МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, Узагбай Сулейменович, вас приветствую. И вот я вижу Максим Шевченко, политолог, журналист из Москвы, тоже подключается. Я вас тоже, господин Шевченко, приветствую. Если позволите, сразу Москву спрошу. Как там восприняли вот эти новости, которые у нас в Казахстане сейчас обсуждаются? Ну, кто как воспринял, буду откровенен. Дело в том, что люди разумные и люди вменяемые восприняли это с уважением, конечно, к Султану Назарбаеву, ко всему, что он сделал для Казахстана, для многонационального Казахстана, подчеркну, и для укрепления мира и стабильности на евразийском континенте. Но, конечно, есть и те, кто просто не понимая ни казахского народа, не давая себе труд как бы вникнуть в историю Казахстана, сложную и долгую, ну, выступают с такими, на мой взгляд, легковесными разными оценками, превращая это все в какой-то шут. Хотя, на мой взгляд, это очень серьезное событие. Казахстан был единственным государством на постсельском пространстве, который избежал каких-либо внутренних конфликтов. И очевидно, что это случилось благодаря разумному руководству Нурсултана Абишчина Назарбаева. Если можно, что вы скажете по поводу Касымжамарта Такаева? Вам наверняка знакома эта фигура. Что ждать от нового президента Казахстана? Ну, это опытный политик, опытный дипломат, который работал и в Министерстве иностранных дел, как я понимаю. Но мне кажется, что все-таки Нурсултан Абишчина Назарбаева, вам, конечно, виднее, нам так видится, остается все равно ключевой фигурой и ключевым лидером, и самым авторитетным политиком в Казахстане. Поэтому я думаю, что курс Назарбаева продолжится в любой ситуации. По крайней мере, хотелось бы, чтобы курс той стабильности, которую демонстрировал Казахстан, несмотря на кризисы последних лет, продолжался, и чтобы твердая рука Нурсултана Абишчина по-прежнему была у руля. Спасибо большое. Если можно, господин Шевченко, не уходите с эфиром. Мы сейчас непосредственно обсудим, как у нас строился нефтяной Казахстан, потому что есть такое выражение, государство, Казахстан, государство – это нефть. Ну, так уж приходится говорить, потому что 70% всей валютной выручки сейчас, от 25% до 50% – это нефть, газ, то есть это наше вот черное золото. Не раз президент подчеркивал, что он буквально за руку приводил инвесторов в страну. Давайте вот окунемся в прошлое, начало 90-х, развал Союза. Самое трудное время наверняка вы были рядом. Да, и начало 90-х годов действительно было самым трудным временем. Это были первые шаги нашего молодого государства, развал Советского Союза, расстройство всех связей между предприятиями, которые ранее работали в едином ключе. Ну, об этом помнят все, кто в то время работал, кто как был уже в сознательной жизни, будем так говорить. Трудности были невероятные. И в этой ситуации, конечно, стоял вопрос о том, что какого будет Казахстану, который только недавно получил независимость. То есть, по нынешнему опыту за это время, который мы видим в других некоторых странах, в таких ситуациях иногда страны и находятся на грани потери, или теряют свою независимость, которую они приобретают. И зачастую природные богатства растранжируются, или как бы они не в пользу этого государства. И сам народ нищенствует иногда, в больших тяжелых условиях ведут свою жизнь. И в такой ситуации я считаю, что вот нам чрезвычайно повезло, что именно Нурсанович был президентом. И, казалось бы, безвыходные ситуации. Кстати, это правда, извините, я вас перебью, что действительно наши месторождения никого не интересовали. Это правда? Несмотря на то, что мы в 10 стран топ в ходе. Нет, мы наши месторождения не интересовали, но в то же время любой инвестор, который заходит на месторождения, он должен быть готов вливать десятки миллиардов долларов. Тем более на такие крупные месторождения, как Тенгиз. И, естественно, для этого необходимо было, чтобы страна, в которую заходит инвестор, она имела какие-то законы, свою систему юридической защиты тех инвестиций, которые они собираются носить. К сожалению, конечно, в это время этого всего не было. У нас не было закона о нефти, ни кодекса сегодняшнего о недрах. Система налогообложения и прочее, она была нечетко направлена на недропользователей. И все это создавало определенный хаос и не гарантировало возврат инвестиций в той мере, которую хотел бы инвестор. И когда впервые инвестор Шеврон заходил на Тенгиз, то как раз он заходил в этой ситуации. И единственным гарантом был наш президент. Давайте, я хочу просто узнать вот этот момент. Вы же были участником переговоров. Я хочу понять, как это все проходило. Президент инвестору предлагает, приходите к нам. Инвестор говорит, нет, не приду. Президент говорит, я даю личную гарантию или как? Нет, инвестор говорит, что он придет, если будут ему вот такие-то гарантии обеспечены. Но в то же время, если это законодательно не прописано, не утверждено парламентом и другими государственными решениями, в таком случае, конечно, у инвесторов всегда есть расчет рисков, которые он на него накладывает. То есть сомнения, наверное, просто человеческие. И эти риски были чрезвычайно высокие. И до сих пор я вот удивляюсь, какова должна быть убедительность нашего президента, его харизма, его способности как бы брать удар на себя, что такие компании, как Chevron, они вошли в Казахстан. Мы, по правде говоря, как специалисты в это время думали, что это двоякое мнение. Наверное, будут ждать, пока все это утвердится, государственно состоится, все системы будут выстроены. Но, как говорится, сегодня уже мы можем по прошествии лет сказать, что это был чрезвычайно правильный ход со стороны президента. И заход Chevron первым. Это была первая компания? Это была первая крупная компания. До этого у нас были первые совместные предприятия с турецкой национальной компанией, Каз Тургунай. Но это были небольшие инвестиции, небольшие инвестиции. А здесь, когда с такими большими инвестициями зашел Chevron, компании же смотрят друг на друга. И тогда это был сигналом тому, что в эту страну можно заходить. И, конечно, это было, это ментальная часть, будем так говорить. А на самом деле им нужны были четкие законы, четкие прописанные, утвержденные правила. Это правда, что они влияли на принятие законов, я имею в виду инвесторы? В момент прихода и момент формирования законодательства. Но мы же их спрашивали, что у нас не так. Например, почему вы не заходите? Они говорят, нет, вот в этой стране такие-то законы, в этой стране такие. Международный опыт вот такой. Мы тогда, президент дал команду в срочном порядке готовить закон о нефти. И я тогда был одним из руководителей вот этой группы. Мы в Алма-Ате тогда, в третьей резиденции, нас туда завезли. И мы там днями, ночами работали, изучали опыт разных стран. Нам больше всего нравился опыт Норвегии, который в 73-х годах организовал национальную компанию «Статойл». У них был нефтяной директорат и все такое. И вот из этой квинтэссенции вот этого изучения законов, который у нас никогда не было, при увеличении специалистов в соответствующем уровне, нам удалось ударным темпом тогда подготовить закон о нефти. Это был очень тяжелый переход нашей советской ментальности к рыночным условиям. И он дался совершенно нелегко. Между нами были споры. И в своей книге... Кто был вашим главным оппонентом? Главным оппонентом, во-первых, мы сами себе были оппонентами, потому что для того, чтобы прийти к мировому уровню законодательства, нам надо было сломать наш советский менталитет. Да вы что? Да, потому что мы же никогда... Побавить себя, что ли, получается? Да, никогда же мы не приглашали в советское время инвесторов. Плановая экономика. От А и до Я это делали наши специалисты. И мы никогда не имели общения с другими компаниями. Мы не делились ни с кем тобычей и доходами. А здесь необходимо было делиться доходами. Нам надо было открывать все данные по месторождениям, которые в то время считались секретными. Да, это был Советский Союз. Ватсап, смотрите, что присылают нам. Довольно острые вопросы, будьте готовы. С нашими запасами нефти многие говорят, что мы должны жить как арабы. Однако, действительно ли причиной разницы между нами и арабами является то, что у нас более затратная добыча нефти? Или есть другая причина? То, что затратный, это действительно так, потому что сегодня большая часть добычи у нас в Казахстане ведется на трех супергигантах. Это Тенгиз, Карачаганак, Кашаган. Но они, эти месторождения, очень сильно отличаются от арабских месторождений. Большие глубины, 4,5-5,5 тысячи метров глубина, высочайшие давления пластовые. Карачаганак это порядка 550 атмосфер давления. Тенгиз около 700, Кашаган около 1000 атмосфер. И при этом у нас содержание серы на Тенгизе, Карачаганаке около 17-19% сероводорода. А это кислые газы, которые коррадируют оборудование. Все оборудование, которое там используется, оно все коррозионно стойкое. И оно в советское время не изготовлялось в Советском Союзе. До каждого болтика приходилось завозить, делать импорт и привозить из других стран. И это очень высокий затрат. И сам процесс отделения серы от продукции и подготовки нефти и газа в виде товарного продукта, это очень дорогостоящие, как капитальные вложения необходимые, очень большие, так и затраты на процессинг огромные. И это все приводит к тому, что у нас нефть значительно дороже, чем, скажем, вернее, себестоимость добычи нефти, он значительно дороже, чем в арабских странах. И, конечно, отсюда будет разница. И я не думаю, что мы, добывая нефть, должны забывать об экономике и о том, что инвесторам тоже надо возвращать их затраты с определенной маржой, которая оговорена в договорах. Вы знаете, вот вы сейчас говорите о трех вот этих мегапроектах. Вот я нашел данные агентства ФИЧ, и в целом они предсказывают нам непростое будущее. Точнее, не нам, конечно, а нашей нефтянке. Что они говорят? Чрезмерная зависимость страны от нескольких мегапроектов делает ее более уязвимой от геологических и технических рисков. По отдельному каждому из этих проектов, а также от волатильственной цен на нефть. Согласны? Я согласен с тем, что когда мы работаем на крупных вот таких месторождениях, то какие-то нарушения или какие-то условия технические, если оказываются не такие, которые мы ожидаем, то, естественно, вес его негатива, он будет значительный. Но, тем не менее, на сегодняшний день наряду с этим месторождением работает у нас свыше 180 месторождений других. И ведутся георазведочные работы. Сегодня уже есть новые открытия на глубинах около 7 тысяч метров. И совсем не в этих трех месторождениях, а в новых территориях. Поэтому я не думаю, что вдруг в какой-то момент мы перейдем к краху из-за того, что... Да, ну, бог с ним с фичем. Давайте послушаем наше подключение сейчас буквально на секундочку. Это, значит, политолог из Республики Таджикистан, Сейфулла Сафаров. Нет, к сожалению, нет у нас подключения. Давайте продолжим. Если можно, по WhatsApp, у наших телезрителей много пишут нам вопросов. Так, у нас вся таблица Менделеева, не только нефть, мы живем, это все понятно. Когда мы уйдем от морально устаревших СРП? Малайзия, Индонезия их уже пересмотрели. На самом деле, СРП, это было рождено в Индонезии в 1957 году, сам принцип СРП. С тех пор СРП все время совершенствуется. И мы вот на этих наших месторождениях, мы имеем модификацию, одну из самых совершенных и одну из самых последних модификаций СРП. И в свое время мы приглашали очень высококвалифицированные компании, консалтинг-компании и прочее, для того, чтобы в этих СРП оговорить интересы нашего государства. С тем, чтобы в СРП, принцип такой, что страна, которая предоставляет месторождение, она не вкладывает туда деньги. В основном, вкладывает инвестор. Сразу вопрос, что нам останется, когда инвестор уйдет и получит свою долю? Как вы смотрите на те упреки, что разрабатываются месторождения варварственных способах? Не хватает технологий, не хватает денег, инвестиций. Я должен сказать, что Казахстан ни сегодня, ни вчера начал добывать нефть. В этом году будет 120 лет с такими пор, как мы добываем. Поэтому у нас есть достаточно высококвалифицированные специалисты. Но кроме этого, есть при Министерстве энергетики, есть центральная комиссия по разведке и разработке, где собраны лучшие умы, будем говорить, специалисты, ученые по разработке нефтяных месторождений по геологии. И инвестор, для того, чтобы работать на месторождении, вначале он там должен утвердить план разработки, темпы добычи, количество скважин, которое он будет, и все технические параметры, которые позволяют эффективно разработать это месторождение. А варварские никто не может допустить. Если инвестор или недроподвижник, любой, не только иностранный, если он отклоняется более, чем какую-то величину от того, что утверждено этой комиссией, это приводит к значительным, будем говорить, наказаниям, штрафам и так далее, вплоть до остановки разработки месторождений. Никто не позволит, как говорится, варварски, как сказано. Это самое главное. Давайте послушаем нашего обозревателя. Руслан Мерикша сейчас подключается к нам. Руслан, что у тебя сегодня? Спасибо, Данил. Эти два дня смело можно назвать политическим землетрясением. А как иначе? Прекращение полномочий Нурсултана Назарбаева, вступление в должность нового главы государства Касымжумарта Тукаева, переименование столицы, избрание нового спикера Сената и все это за последние 24 часа. Казалось, что эта феерия новостей слишком быстро на нас обрушилась. Порой мы с коллегами не успевали поговорить, обсудить, рассказать и показать кому-либо наши эмоции и впечатления. Поистине мы живем в быстро развивающемся мире. А теперь по существу. О решении Ельбасо сложить свои президентские полномочия уже много сказано, написано и даже снято. Коллеги-журналисты сработали оперативно. Лично я считаю этот шаг правильным, верным, мудрым и своевременным. Как говорится, всему свое время. Сейчас много говорят о личности лидера нации и о той роли, что он сыграл в истории нашего государства. Бесспорно, личность великая, миссия историческая, вклад неоценимый. Ибо трудно оценить человека, который стал отцом-основателем новой страны под названием Казахстан. Именно с именем Назарбаева будет навсегда связана летопись независимого государства, его зарождение, становление и развитие. Именно он воплотил многовековую мечту казахского народа о собственной стране. Именно с ним связаны все те успехи, что мы сегодня имеем. Нашу республику знают и ценят в мире. Казахстанцы имеют возможность учиться в лучших вузах земли и работать в самых передовых странах. Наши энергоресурсы и другая продукция пользуются спросом за рубежом. И сегодня мы однозначно живем лучше, чем многие наши соседи. Нас знают во многих странах. И порой казалось, что Назарбаев и Казахстан имеют один корень, один исток. Слова-синонимы. Вот едешь за границу и когда говоришь, что из Казахстана, иностранцы тут же отвечают. Оу, ес, Назарбаев. И душа тут же переполняется гордостью. За страну, за себя, за лидера нации. И во всем этом, конечно же, заслуга Ельбасе. Ведь его достижения и успехи – это наши достижения и успехи. В том числе и новая столица. Без первого президента не было бы этой степной, восточной красавицы, раскинувшейся свои новые ухоженные проспекты в сердце Евразии. В истории современного мира практически нет аналогов и примеров строительства новых столиц. Сейчас в других государствах не то, чтобы столицы, просто городов не строят. Слишком много рисков. Их было не меньше и тогда, в далеком 1998 году, когда переносили центр из Алматы сюда. Но Ельбасе рискнул и не прогадал. Что это? Чутье? Провидение или сильная воля? Пожалуй, все вместе. И его дальновидность и смелое решение о переносе центра государства дало положительные плоды. Посмотрите на столицу. Она современна, красива, креативна, поражает своими смелыми, архитектурными и даже футуристическими зданиями и офисами. В детстве мы всегда удивлялись, когда видели по телевизору высотные здания за рубежом. А сейчас не удивляемся, ибо у нас у самих в столице есть красавцы-небоскребы. И они даже выше, чем в западных столицах. Мы гордимся ею, ведь всего за 20 лет в ней построено все, что в иных городах строили сотни лет. Как сказал в одном из своих интервью лидер нации, наша столица должна привить горожанам столичный лоск. Верно подмечено, согласитесь. Ведь вся эта столичная среда, инфраструктура, аура, в конце концов, формирует в жителях новые ценности, навыки, привычки. Формирует любовь и особое отношение к этому красивому, но порой холодному, порой капризному, но однозначно яркому и уже родному городу. И, наверное, поэтому словосочетания Нур-Султан-Казахстан имеют для нас особый смысл, где-то даже магический и уже, может быть, сакральный. А теперь, что касается нового президента страны. Касымжумар Токаев очень опытный политик, дипломат, управленец. На протяжении всей своей долгой политической карьеры он занимал практически все высшие должности в государстве. Был и министром, и премьер-министром, и спикером Сената. Он занимал высокие посты в структурах Организации Объединенных Наций, а теперь вот президент. Высшая точка политического олимпа. Сейчас многие задаются вопросом, что же будет с Родиной и с нами. Смею вас заверить, что ничего не будет. Господин Токаев будет и так же продолжать всю ту политику, что начал первый президент. И внутри страны, и за ее пределами, сохраняя курс на многовекторность. Станет ли он временным главой государства до выборов, или останется им и после, покажет время. Но одно точно, Ельбасы не уходит из политического горизонта, сохраняя за собой такие посты, как глава Совбеза, что в последние годы значительно укрепился, и председателя партии власти. И однозначно новый президент будет работать и действовать в унисон и под зорким оком первого президента Нурсултана Назарбаева. У меня на этом все. Всего вам доброго. Мне хочется, у нас мало времени осталось, но мне все-таки хочется, как Ельбасы, как первый президент, относился к нефтяникам всегда? Первый президент всегда относился с величайшим вниманием и с большим интересом к делам, которые мы делали в нефтяной отрасли. И он настолько глубоко проникал в эту отрасль, он же сам технар, и он с интересом проникал, что некоторые руководители иностранных компаний, в беседе с ним, когда мы делились впечатлениями, они удивлялись, насколько его эрудиция нефтяная высокая оказывается. И, конечно, это было не зря, потому что именно нефтяная отрасль давала возможность для того, чтобы экономика нашей страны работала уверенно и доходно... Так вот почему в вашем письме, которое я сегодня прочитал от имени нефтяников, вы его написали, столько грусти. Мы, ветераны нефтегазовой отрасли Казахстана, с большим сожалению воспринялись сообщение о вашем решении снять свою помощь. Но в послании президент сказал, что я буду с вами. И вот это нас воодушевляет. Это говорит о том, что преемственность управления государством будет соблюдаться. Те планы, которые были намечены на долгие сроки, они будут выполняться. И вот главная задача вывести страну в тридцатку лучших стран мира, она будет выполнена. И я думаю, что Казмжем Артукович Кемелыч, который сегодня вступил на эту должность, мы давно знаем, мы сотрудничали. Мы лично знакомы, конечно же. Да, мы сотрудничали, в том числе по разделу Каспийского моря очень много работали. Ездили с делегациями, когда он был премьером. Он высокопрофессиональный дипломат, очень грамотный человек. И он человек, который рядом с президентом тоже вкладывал огромные усилия в построение нашей независимой республики. Спасибо большое вам за это интервью. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!